Я, Трасти и Босх стояли на платформе телепортационной установки в ожидании окончания развертывания врат дальнего перехода и последующей команды адмирала о том, что мы можем выдвигаться. Ожидание затягивалось, и пошаливающее после тяжелого разговора с Аидар Сердце норовило устроить мне настоящий инфаркт, будто думая, что в реальном мире мне этих проблем было мало. Тупо глядя в пол, я все прогонял в голове ту беседу, которая имела место быть после того, как Сиянка побывала на Адмиральском мостике и изъявила желание быть вольной птицей, вместо того, чтобы прислуживать каким-то неведомым захватчикам чужих планет. Она много кричала, пытаясь передать всю глубину своего разочарования к моей персоне, а также всего того, что она обо мне узнала, и еще больше, что теперь обо мне думает. Наверняка не стоит объяснять, что именно девушки говорят в таких случаях, и неважно, к какой расе эти самые девушки относятся. Сказано будет приблизительно одно и то же. Она покинула Крейндаркский боевой крейсер самой первой, предварительно послав всех присутствующих в далекие космические темные дали и решительно шагнув в распахнутое нутро телепортационной арки. Следом за ней, после продолжительной настройки переброса, в портал вошли Тим, Тата и Дарин, избравшие для себя путь разведчиков. Забегая вперед, хочу сказать, что никто из нашей команды не решился пойти по тропе терроризма. Уж не знаю почему. Наверное, это было слишком даже для таких беспринципных ребят, как головорезы. Кто знает. Прощание с генным инженером для меня далось даже тяжелее, чем неприятная беседа со своей виртуальной любовницей. Ведь к нему я успел привязаться как-то по-особенному. Что касалось страсти и босха, эти два типа, вопреки моим ожиданиям, не проронили ни единой слезинки, в отличие от сентиментальной Таты, которая залила половину корабля соленой влагой из своих прекрасных янтарных глаз, прежде чем сделать последний шаг к своей новой жизни. Подготовка завершена. Холодный безжизненный голос одного из наладчиков вырвал меня из рук воспоминаний и вернул к реальности. Портал на спутник номер В-330 построен. Готовность к отправке, подтвердил адмирал Ион. Для вашего же блага, надеюсь, что все мои рекомендации были вами учтены, а контракты на службу сохранены в надежном месте. «Так точно». С легким поклоном и вытянув руки по швам, ответила за всех трасти. «В таком случае пусть вам повезет, и термо будет к вам благосклонна», как всегда безжизненно, ответил главный киборг этого корабля. «Пошел отсчет до нашего перехода. А я заглянул в инвентарь, чтобы удостовериться в том, что контракт на службу действительно при мне. Все было в порядке. И слава богу. Ведь без этой бумажки, в которой были прописаны все мои права и обязанности как наемника Крейндаркской империи, и ровной росписи адмирала как посредника этой сделки, я бы стал просто мишенью для сотен стволов охраны тренировочного лагеря». «Три, два, один». Досчитал механический голос, и наша небольшая группа шагнула навстречу новым приключениям в желеобразную с виду поверхность телепортационного поля. Никакой задержки во время перехода я не почувствовал. Да ее и не было, если верить встроенным в мой интерфейс часам. Вот мое лицо погружается в неосязаемую на ощупь гладь портала, интуитивно зажмурив глаза, словно это была обычная земная вода. Но стоило ушам оказаться по ту сторону, как в них повисло невыносимое для любого нормального человека ощущение кромешной тишины. Казалось, что я оглох. И лишь спокойные лица босха и трасти удержали меня от того, чтобы не закричать во все горло, дабы убедиться в положительном состоянии собственного здоровья. Вокруг было необычайно пусто и темно. Но сиянские глаза быстро приноровились видеть в окружающей нас темноте. Хотя в данной ситуации я бы предпочел, чтобы этого не случалось. В этом странном месте царила вовсе не темнота, а настоящая пустота, практически осязаемая чернота вокруг и лишь мерцающий круг портала впереди. Мои будущие напарники выдвинулись вперед, уверенно ступая по невидимому полу, а я, едва сохраняя равновесие, последовал за ними. «Что это за место?» — спросил я их спины, но голоса своего я не услышал. А вместе с этим вдруг осознал, что легкие моего аватара не вдыхают воздух. На меня начала накатывать паника. Пустота вокруг стала сжиматься, словно норовя раздавить меня и поглотить. Ноги вдруг подкосились, и я упал на невидимый пол. Тут же оттолкнулся от него, пытаясь подняться, но руки провалились сквозь его неосязаемую материю. Попытки закричать результата не дали. Мое тело начало медленно тонуть в пустоте, растворяясь в этой субстанции, а спины моих соратников все сильнее отдалялись, приближаясь ко второму порталу. Тело мое уже практически полностью было окутано плотной массой неизвестной мне черноты, в тот момент, как Босх, ведомый неведомой интуицией, обернулся назад и, увидев торчащую из ниоткуда мою голову, тут же ринулся на помощь. Трасти его маневра не заметила, продолжив медленно, но верно шагать к порталу. А вот ее заместитель уже вовсю боролся за мое существование с враждебной пустотой, схватив меня за плечи и, что было сил, таща их наверх. Мои молитвы были услышаны, и через десяток секунд борьбы с неведомым врагом я вновь смог рассмотреть свое тело, которое лежало на чем-то неосязаемом, но тем не менее не пытающимся меня сожрать. «Спасибо!» — от всей души произнес я одними губами, на что сиянин постучал костяшками правой руки по своему рогу и, поднявшись на ноги, направился к ожидающей нас у портала Трасти. Почему она не вмешалась в процесс моего спасения, мне было неясно. Но на лице ее блуждала довольная улыбка, а глаза выказывали нешуточное любопытство. Поравнявшись с ней, мы все дружно прыгнули в этот злосчастный портал и мгновенно очутились на металлической плоскости такой же портальной конструкции, с которой начался наш переход с Крейндаркского крейсера. Вопросы о том, что случилось со мной и почему Трасти себя так повела, я решил оставить на потом. Ведь в данный момент у нас появились дела поважнее. «Почему так долго?» Грозный рык черного как ночь гуманоидного существа мгновенно приковал к себе все наше внимание. «Быстро за мной! Выполнять все, что скажу, и чтоб без разговоров!» В ту же секунду неизвестный мне персонаж развернулся и опрометью бросился бежать. А Трасти и Босх рванули за ним. Делать было нечего, и я последовал за ними, изо всех сил стараясь не отставать и держать неслабый темп бега неизвестного юнита. Платформа телепорта осталась далеко позади. Вокруг нас распростерся полуразрушенный город, находящийся, кажется, в какой-то лесной роще. В любом случае количество деревьев и кустов на квадратный метр местности хорошо превышало количество разрушенных, дымящихся и пылающих каменных строений. Бахмор, Ихтир, Разбойник, уровень 30, здоровье 4500, 100%, энергия 2700, 100%, FZ 6%, S 2%. Просканировав спину нашего внезапного вожака, я трижды сплюнул, едва не сломав язык, пытаясь выговорить его имя и название расы, который до этого момента даже и не знал. Абсолютно черное кожаное одеяние, такие же сапоги, перчатки и глубокий капюшон скрывали не менее черное, нефтяного цвета маслянистое тело и лицо Ихтира. «Ты остаешься со мной!» вновь зарычал этот жуткий тип, указывая на Босха, при этом не сбавляя темпа бега. «А вы двое направляетесь строго на север. Через полкилометра отсюда увидите огромное дерево, в корнях которого расположен контрольный пункт системы безопасности этого поселения. Незаметно отключите его, чтобы подкрепление смогло проникнуть за периметр силового поля. И быстро ко мне! Координаты точки сбора я вышлю, если живы останетесь». Внимание! Получено задание «Диверсия». Описание. Незаметно отключите систему безопасности поселения, проникнув в контрольный пункт. После чего доберитесь до контрольной точки и следуйте дальнейшим указаниям. Награда в случае успеха – опыт плюс 500. Подтверждение контракта диверсанта. Штраф в случае провала – аннулирование контракта диверсанта. Выдавая этот квест, спрашивать моего желания никто не собирался. Хотя этого и не требовалось. Все равно мы уже решились на этот шаг и сломя голову неслись к своей цели. Трасти держалась чуть впереди, очевидно, чувствуя себя лидером в нашем небольшом тандеме. А я, признаться, был не против. Опыт в управлении отрядом и корректировке его действий был целиком на стороне моей спутницы. А еще я до сих пор не особо понимал, что и как нам предстоит сделать. Какой такой контрольный пункт? Почему он находится в корнях какого-то дерева? Да и вообще, как нам его отключить? Я в таких вещах не силен, да и умения у меня необходимого нет. Через несколько минут, бега сквозь покореженный войной лесной массив в перемешку с обугленными строениями, мы приблизились к опушке леса. Никаких следов асфальта или каменной кладки на земле видно не было. Лишь сплошной зеленый ковер сочной травы, чудом не измазанной сажей, от окружающего ее безобразия. Высоченное толстое дерево посеред этой площади, а также десяток четвероногих существ, похожих на волков, грозно смотрящих по сторонам, на спинах которых восседали закованные в металл гуманоиды. Лесной огр, гуманоид, наездник, уровень 6, здоровье 600, 100%, энергия 300, 100%, FZ 0%, S 0%. Они держали в руках некое подобие палицы, вот только вместо игольчатого набалдашника на верши массивной рукояти украшал идеально ровный зеленый шар, вокруг которого плясали светло-салатные молнии. Что нам было нужно сделать в этой ситуации, я, признаться, не представлял. Инструкций нет, материалов особых нет, вот только... «Активируем маскировку!» Сообразив, обратился я к притаившейся у соседнего дерева трасти. «Это же лесные огры!» Уставившись на меня, как на умалишенного, ответила сиянка. «Они ведь с природой, как с подругой, заядлой общаются. Эти верзилы наши души учуют еще на подходе. Нет, нужно как-то их выманить с этого луга, и уж тогда можно маскировку активировать». «Какие идеи?» Сразу сдавшись, попытался я схалявить. «Нужно осмотреть окрестности», — уверенно заявила она. «Возможно, удастся отыскать какой-то способ. Поработай мозгами, будь на связи, и если что-то придумаешь, дай мне знать». С этими словами девушка растворилась в воздухе, а ее индикатор на моей голографической карте довольно шустро побрел вглубь полностью уцелевшего жилого квартала двухэтажных деревянных домов. Да, глупо было надеяться, что ИИ позволит мне вот так просто выехать на чужом горбу из этого испытания. Не став оттягивать неизбежное, я накинул маскировку, и, подивившись тому, как мое тело исчезает, но не перестает функционировать, я развернулся и стал погружаться в густой лесной массив. Что именно от меня требовалось, я понимал. Каким-то чудом отогнать этих ребят от цели нашего задания. Но вот придумать, как это можно было сделать, ума мне явно не хватало. Я шагал по ровным тропинкам и нервно оглядывался по сторонам. Причем некоторые из них совершенно не разбирали, куда бегут и что стоит у них на пути. Пару раз мне даже пришлось отпрыгивать в сторону, спасая свою жизнь. Ведь несмотря на то, что позади моего невидимого тела находилось нехилое такое дерево, огромные четвероногие твари, названные здесь гахамутами, похожие на носорогов или, скорее, на фэнтезийных кода, неслись на пролом, ломая массивные стволы бронированными черепами и лицевыми рогами. Мои блуждания меж деревьев и сказочных полян затягивались. Сердце бухало о внутреннюю сторону грудной клетки, предчувствуя провал задания и последующее позорное изгнание. С одной стороны, жизнь на этом не закончится, а с другой, мне очень хотелось попробовать себя в роли загадочного бойца невидимого фронта. Да, мне очень этого хотелось. Но именно в этот момент, когда такой шанс мне дался, в голову ничего решительно не шло. Уверен, если бы я обладал четкими инструкциями действий и всем необходимым снаряжением, я бы не испытывал проблем ни с одним заданием, а вот в таком положении. Мыслимый прервал очередной гахамут, вылетевший из-за небольшой группы высокого кустарника и устремившийся прямо ко мне. Настроение мое и без того было ниже среднего, а эти великаны, возомнившие себя королями любой местности, уже изрядно надоели. На одних инстинктах и дурном настроении я сотворил небольшой огненный шар и швырнул его мети безумному зверю в голову. Но, несмотря на свое состояние, увидев огненную вспышку, зверь мгновенно среагировал и свернул с траектории движения моего снаряда. Он боится огня? Так-так-так. А что если... В тот момент мне показалось, что над моей головой, как в мультфильме, загорелась лампочка, символизирующая пришедшую на ум идею. И действительно, в моей голове зароились мысли, и я принялся действовать. Догнав зверя, я создал еще один огненный шар и швырнул его в бок гахамута. Тот обиженно взвыл и покорно развернул свое массивное тело в нужную мне сторону. Туда, где как раз находился контрольный пункт защиты поселения. Движение наше проходило в бешеном темпе, и все, что случилось за последующие пять минут, для меня произошло, казалось бы, в одно мгновение. Вот я несусь за гахамутом, подстегивая его огненными шарами. Вот из-за деревьев вырывается еще пара его сородичей и также становится частью моего плана. Ведомые вложенных в них страхом, они несутся по заданной мною траектории. Короткий разговор страсти по коммуникатору и еще пара попавшихся на глаза зверей оказываются в моей власти. Мое счастье заключалось в том, что эти звери были даже не просто мобами, на которых можно было бы прокачать себе уровень, убить ради задания или материала, а являлись мирными дикими тварями наравне с кроликами, птицами, оленями, и прочей безобидной лесной живностью. Опыта за их убийство не давали, а уровень они имели чисто символический — первый. Но при этом игровая механика постаралась сделать их максимально реалистичными и в плане выживаемости в том числе. Этих тварей местная природа наградила двумя тысячами очков здоровья. Именно поэтому мои удары не убили их на первой же секунде нашего знакомства. И по той же причине они не нападали на меня в ответ на мои энергетические атаки. Лес и немногочисленные каменные строения закончились очень резко. И я лишь чудом не вывалился из укрытия вместе со своим безумным стадом. Если умение или способность слабо развита, то маскировка при начале атаки в 100% случаев слетает с игрока. Я же вообще не имел возможности прокачать свой имплант. Так что сейчас был столь же заметен, как белое солнце на чистом небосводе этой планеты. Внезапно рядом со мной появилась страсти и кивком дала понять, что пора действовать. Мы снова растворились в окружающем нас пространстве и не спеша направились вслед за несущейся толпой гахамутов, которая одного за другим сносила лесных огров вместе с их жутковатыми скакунами и легко, словно играючи, волокла их к краю поляны. Здоровье охранников при этом нехило проседало, несмотря на шестикратную разницу в уровнях между ними. Но нас их состояние волновало меньше всего. Главное, что путь наконец оказался открыт и нужно было спешить. Вблизи это дерево, в корнях которого таился тот самый загадочный контрольный пункт, выглядело еще больше. Гигантский ствол с трудом смогли бы взять в кольцо и тридцать человек. А зеленая, густая и даже словно пушистая крона заслоняла собой не только солнце, но и почти весь небосвод. Вход нашелся легко, и выглядел он как широкая двухметровая щель с округлыми краями в нижней части ствола. Но, вопреки моим представлениям, цель нашего визита находилась отнюдь не в сердцевине самого дерева, а глубоко под ним. Ведь за импровизированной дверью нас ждал довольно крутой лаз под землю. Потратив на спуск около двух минут быстрого шага, мы, наконец, оказались в просторном овальном помещении. Стены его были целиком овиты древесными корнями, а пол состоял из природной скальной породы. В единственной комнате никого из живых не было, что лично меня поразило. Ведь должен же был хоть кто-то управлять этим контрольным пунктом. Выглядел он, кстати, как набор голубых кристаллов почти полутора метров высотой, разрозненные пики которых испускали ослепительный белесый свет. Как управлялась эта система, мне не могло присниться даже в самом страшном кошмаре. Но этого, к счастью, и не потребовалось. Обнажив свой меч, трасти, что было сил, рубануло по одному из многочисленных кристаллов, отколов от него солидный кусок и тем самым заставив его потухнуть. Поймав кураж, лишь мы в считанные секунды изничтожили все, что попалось нам на глаза и в срочном порядке ретировались наружу, чудом избежав встречи с только оклемавшимися ограми-охранниками и скрылись в густой листве ближайших кустов. Бахморт. У вас получилось! Поздравляю! Подкрепление прибыло, и теперь ничто не убережет эту планетку от нашей мощи. У вас есть пять минут, чтобы добраться до точки сбора. «Координаты XG-2364-DV71-10. Там вас будет ждать челнок. Он переправит вас куда надо, и там уже состоится подпись официального контракта». «Кажется, мы это сделали», облегченно выдохнув, сказал я, как только прочитал сообщение от нашего наставника, наводчика или кем он нам приходится. Трасти кивнула в ответ. На губах ее играла легкая довольная улыбка, которая передалась и мне. Вбитые в коммуникатор координаты вывели нас на очередную широкую поляну, на которой стоял небольшой транспортный челнок, возле которого, скрестив руки на широкой груди, стоял хмурый босх. «Как дела?» весело спросил я, подходя ближе, но тот, дождавшись, пока мы сравняемся с ним, молча отвернулся и поднялся на борт. Трасти этот жест никак не тронул. Возможно, он вел себя так после каждого выполненного задания. Кто его знает? Самого их тира видно не было. Видимо, этот парень был слишком занятым для того, чтобы уделить время тем, кого он сходу толкнул на опасное мероприятие, даже не потрудившись объяснить детали плана и не дав хоть каких-то инструкций. Внутри челнок оказался куда просторнее, чем казался снаружи. И там нас уже ждали. «Приветствую на борту пассажирского челнока FF-4». Приветливый голос и белая или даже розовая кожа обычного человеческого мужчины показались мне величайшей дикостью после всего того, что со мной произошло в последние дни. Мое имя Дорен, но друзья зовут меня просто Ди. «Сегодня я буду вашим пилотом и постараюсь сделать все для того, чтобы ваши ценные задницы остались в полном порядке до того момента, как мой челнок не окажется на твердой земле». «Прикуси язык!» буркнул ему в ответ Босх и проследовал к одному из пустующих пассажирских мест. А вот Трасти приветливо протянула руку и с нескрываемым удовольствием ее крепко пожала. «Что это с ней происходит?» Откуда столько позитива? Снова винить задание и встроенные алгоритмы поведения после его выполнения? Дорен 13666 Человек Снайпер Уровень 26 Здоровье 4100 100% Энергия 1600 100% ФЗ 6% Эз 1% Прочитав информацию об этом приветливом типе, брови мои взлетели на лоб, а глаза удивленно распахнулись. Ведь, судя по Нику, он был таким же игроком, как и я сам. Заметив мою реакцию, Дорен улыбнулся еще шире и протянул мне руку для пожатия, после чего спросил. «Есть вопросы?» «Да, найдется парочка», все так же удивленно ответил я. И ведь тип вправду были. Например, что он тут делает и как сюда попал. «Понимаю, что в эту игру играет больше миллиарда человек, и игроки должны встречаться здесь повсеместно. Но этот человек был первым из своих, кто встретился мне на пути с самого начала игры. Спросить в лоб и начать обсуждение игровой механики я не мог. Ведь тогда отношение ко мне окружающих резко пойдет на убыль. А этого никому из нас было не нужно». Вот и пришлось играть в секретных агентов, что, судя по реакции этого парня, его довольно сильно веселило. «Наверное, коммуникатора у тебя еще нет», попытался было сказать Дорен, но я его грубо перебил и сам попросил добавить себя в список контактов. Он провел вдоль моего тела с читывающим лучом, и тут же мне на коммуникатор пришло извещение о том, что меня хочет добавить в друзья другой игрок. Я принял предложение, и в ту же секунду мой френд-лист для игроков перестал быть девственно пустым. «Вайлентор, как тебя сюда занесло, парень?» Дорен 13666 «Я здесь работаю. Непесь очень хорошо платит даже низкоуровневым игрокам, да и умение пилотирования поднимаю. А вот ты со своим четвертым уровнем как умудрился попасть в группу диверсантов, да еще и на обучение в имперские войска попасть?» «Вайлентор, долгая история. А откуда ты это все узнал?» Дорен 13666 «По долгу службы положено. Вы считаетесь ценным грузом тут лететь минут десять до соседнего спутника, а к вам конвой из четырех боевых истребителей приставили. Они ждут на орбите». «Может, хватит в коммуникаторы тыкать?» Грозный рык босха заставил нас обоих оторваться от увлекательной беседы и посмотреть на него. «Ты, кажется, пилот. Вот и делай свою работу. Мне сказали, нас уже ждут». «Ты прав. Обезоруживающе улыбнувшись, ответил Дорен. И я готов вас доставить хоть на край галактики». «А второй пилот у тебя есть?» Тут же нашелся я, заглянув в кабину и заметив, что кресло второго пилота пустует. «Нет, но я могу обойтись и без него», пожав плечами, ответил этот парень. «Я же сказал, тут лететь минут десять, так что справлюсь». «Могу я быть твоим вторым пилотом?» Не скрывая просительных нот, попытал счастье я. На что мой собеседник удивленно округлил глаза и спросил. «А умение?» «А умеешь ли ты вводить челноки?» Вовремя исправился он. «Ага, уже почти девяносто минут налетал!» Широко улыбнувшись, ответил я и проследовал в кабину, под еще более удивленным взглядом Дорена. Панель приборов этого челнока здорово отличалась от той, что была в корабле головорезов, своей простотой. Минимум кнопок, рычажков и переключателей, всего один дисплей и совсем крохотный голографический проектор. Вот и все внутреннее убранство этой малышки. «Откуда у тебя на четвертом уровне коммуникатор и почти девяносто минут полета?» Тут же кинулся с расспросами Дорен, как только дверь за нашими спинами с пшиком закрылась. «Говорю же, долгая история!» Снова таинственно улыбнулся я. «Вообще-то эта информация не казалась мне какой-то сверхсекретной. Но, полазив по форуму игры в поисках ответов на свои вопросы, я понял одну простую вещь. Игроки очень неохотно делятся информацией о своих достижениях. И что-то мне подсказывало, что делали они это неспроста. Значит, и мне не следовало выкладывать все свои секреты первому встречному игроку. Даже несмотря на то, что он, на мой взгляд, являлся просто кладезем обаяния и харизмы». «Понимаю». Вдруг одобрительно кивнул он. «Значит, не нуб, и имеешь все это не по чистой случайности». «Спасибо», — сухо ответил я, чувствуя какую-то странную неловкость. «Слушай, Дорен, а ты случаем не знаешь, что нас там ждет?» «Сначала сообщи о состоянии системы», — снова улыбнулся этот веселый парень и принялся щелкать переключателями. «Состояние в норме. Топливо 60% от последней загрузки. Небольшие неполадки в турбинном отсеке». Последнюю фразу я сказал с небольшим беспокойством. «А мы точно долетим?» «Да, это датчик барахлит, а не турбина», — рассмеялся Дорен. «Не переживай, будешь ты в своем лагере как штык через 10 минут». «Поехали». Полет показался мне даже короче, чем я предполагал. Казалось, что туловище челнока только оторвалось от поверхности зеленой планеты Огров, как вот мы уже снова приземляемся и нужно выходить. Скорее всего, виной тому была чертовски увлекательная беседа с моим новым знакомым, во время которой мы больше говорили о его профессии, нежели о моем месте здесь. Рассказывать о себе хоть что-то сверх того, что уже знал Дорен, я не стал. Но и без этого он произнес краткую речь о том, что меня может ждать в конечной точке нашего пути. Как выяснилось, среди наемников Краендаркской империи игроков не так уж много, и в основном все они идут на службу в небоевые подразделения. Нежелание игроков идти на службу к киборгам легко можно было понять, ведь они обязывали принять свою веру и избрать в качестве главного бога терму, бонус от поклонения которой подходил далеко не всем. Сам же Дорен, имея класс снайпера, принял эту религию только для получения божественного знака. А качать репутацию у бога и вовсе не собирался, так как работа пилота не требовала развития каких-то определенных характеристик. Он, как и многие другие люди, проводили время в этой игре, зарабатывая игровую валюту, чтобы потом обменять ее на реальные деньги, тем самым обеспечивая свою жизнь в реале. Кто-то может посчитать это бредом, но шутка ли, что лидеры топ-гильдий могут позволить себе жить на собственных островах, построить там настоящие дворцы, плавать на яхтах и летать на собственных самолетах. И все это в реале. Да, оборот денежных средств в этой игре был колоссальным, но мне этому удивляться не приходилось, зная, какую сумму я перевел на счет компании. Вспомнив об этом, на душе стало как-то тепло и радостно, ведь на моем счету сейчас покоилась и дожидалась своего часа кругленькая сумма, оставшаяся после покупки капсулы и передачи своего тела на пожизненное хранение в специальную лабораторию. В виртуальный магазин я еще не заглядывал, но, думаю, стоит это сделать сразу же, как только выпадет такая возможность. Полет был завершен, и тепло распрощавшись со своим новым знакомым, я, Трасти и Босх покинули борт его потрепанного челнока и ступили на почву очередной планеты в нашей удивительной истории. В этот раз встречающим оказался невысокий коренастый зеленокожий Орг, который проводил нас до здания администрации и обрисовал вновь прибывшим картину происходящего. Мы оказались на втором спутнике планеты Зирии, называемом Ви-331. Он был полностью отдан в пользование различных тренировочных лагерей, коих тут собралось великое множество. А его брат, Ви-330, откуда мы только что прибыли, являлся одним большим полигоном для моделирования различных тренировочных ситуаций. По пути я смотрел по сторонам, разглядывая необычные пейзажи этой местности. Там, откуда мы шли, располагалось несколько мигающих насыщенным зеленым цветом посадочных площадок для транспортных челноков, возле которых были возведены четыре искрящихся зеленью черных металлических обелиска с зелеными стеклянными вставками треугольной формы по всей его площади. Такие же обелиски встречались и в других частях этого поселения, в основном возле каких-то массивных строений и, наверное, являлись какими-то энергетическими проводниками. Также то тут, то там виднелись вышки с полностью автоматизированными боевыми турелями и плазматическими пушками, а также повсеместно блуждали патрульные группы киборгов невысокого уровня. А как иначе? Ведь объект был военным, а значит, он легко мог подвергнуться нападению, и защита его была в интересах империи. Деревьев, как, впрочем, и травы, здесь видно не было. Очевидно, технопантеон не очень-то жаловал разного рода растительность. Тем не менее, дышать биологическим существам чем-то было нужно, и поэтому здесь повсеместно были расставлены воздушные генераторы, выглядящие как черно-зеленые ветряные мельницы с круглой башней и сосудом химического раствора у ее основания, преобразовываемого в дыхательную смесь для местных юнитов. Как же приятно порадовали самодвижущиеся дорожки тротуаров, на одну из которых мы и встали. Ведущие от одного здания к другому, пересекаясь между собой и таким образом объединяя в одну сплошную сеть весь этот город или поселок. Уж не знаю, как местные называли это место, но лагерем его назвать у меня язык не поворачивался, ведь вокруг имелось множество жилых домиков, из которых постоянно кто-то выходил. На движущихся тротуарах стояли или ровно вышагивали гуманоиды самых разных видов, классов и профессий. Это место жило своей собственной жизнью, пока что чуждой нам. Но уверен, скоро и мы вольемся в эту бодрую струю и станем частью одной большой семьи наемников его императорского величества, как бы там его ни звали. Я очень удивился и был обескуражен тем, что оказывается все то, что мы пережили в том приключении на ВИ-330, было подстроено лишь для того, чтобы проверить наши способности. Но как же Огры? Удивленно пялился я на нашего нового коменданта. Как же звери, которых я на них натравил? Огры не имели своей воли, спокойно отвечал тот самый Ихтир, что встретил нас при выходе из портала на ВИ-330. Наши псионики способны держать в своей власти разум еще не таких ребят. Если вопросов больше нет, то предлагаю перейти к непосредственно подписанию контракта. После этих слов я и оба мои сородича достали выданные нам контракты и положили на стол коменданта Бахмора. Подпись адмирала Иона как посредника и наши подписи как главных действующих лиц этого самого контракта там уже числились. Оставалась лишь подпись ответственного за наше обучение коменданта. И она появилась в ту же минуту. Поздравляем! Задание диверсия выполнено! Награда в случае успеха опыт плюс 500. Контракт диверсанта. Дополнительная награда. Репутация с Краиндаркской империей плюс 1000. Опыт плюс 500. Краиндаркская империя плюс 1000. Поздравляем! Получен новый уровень. Текущий уровень 5. Полученные сообщения приятно радовали глаз. А наш комендант решил в кои-то веки вдаться в подробности. Контракты ваши персональные, значит и задания будут для каждого отдельные, как и награда за них. Но бывают задания и групповые. На такой случай у каждого из вас должна быть на примете четверка товарищей, которые смогут составить вам компанию в этом непростом деле. Хотя можно воспользоваться и простым поиском группы. Соответствующая вкладка появится в ваших коммуникаторах после заступления на непосредственную службу. Каждый из вас будет жить в отдельном доме, или скорее небольшой хижине. К вашим услугам будет личная тренировочная площадка, а также общий зал с голографическим тренировочным залом, в котором любой из вас может проводить не более одного тика в сутки. С завтрашнего дня для каждого из вас начнется индивидуальный и групповой двухнедельный курс молодого бойца. Вы, конечно, профессионалы своего дела, но силенок вам явно не хватает. По прохождению этого курса вы получите относительную свободу передвижения и рода деятельности в рамках нашей галактики. По контракту каждый из вас обязан выполнить не менее пяти заданий империи в месяц, которые будут покрывать все расходы на ваше содержание и выплату жалования в размере одного илена в сутки. Подробности обучения и расписания занятий уже ждут вас дома. К слову сказать, двери вашего нового жилища настроены на вашу ДНК и сетчатку глаза, так что ключ для входа не нужен. «Вопросы?» «Как нам добраться до жилищ?» — спокойно полюбопытствовал Босх. На что Бахмор кивнул и, приложив к своему черному масляному лицу такую же руку, что-то в нее сказал. И в кабинет коменданта вошел тот самый орг, что проводил нас в здание. Спустя дюжину минут блужданий по разношерстной своеобразной деревне, все же именующейся здесь тренировочным лагерем, мы оказались на месте. Глядя на металлический куб темно-стального цвета без окон и с одной единственной дверью, настроение мое резко пошло на убыль. Как же так? Ведь пока мы шли сюда, я видел сотни домов, в которых жили контрактники, и все они с виду казались очень уютными и обжитыми. Каменные, деревянные, кирпичные или любые другие, но только не такие. По лицам Трасти и Босха, чьи дома находились по обе стороны от моего, читалось то же самое разочарование и высшая степень омерзения. Не стоит так расстраиваться. Улыбнувшись и обнажив внушительные клыки, пробосил оргпровожатый. Это всего лишь стандартный облик жилища. Все, что теперь находится в вашей собственности, полностью интерактивно, а благодаря встроенным голографическим модулям вы способны придать своему новому дому любой облик. Также вы можете изменить внутреннюю планировку, вид крыши, создать окна любого размера и количество по вашему усмотрению. Ведь, как я уже говорил, оволочка дома полностью интерактивна и управляется через интерфейс коммуникатора. Подключить его можно просто направив считывающий луч в стену своего жилища, и после обоюдного подтверждения систем вы получите доступ к его реконструкции. Большое спасибо. Облегченно выдохнул я и, пожав всем присутствующим руки на прощание, направился к своему новому дому. Все, что только что сказал этот орк, было чертовски занятно, и мне скорее хотелось опробовать все это в деле. А еще я очень хотел заглянуть в виртуальный магазин и прикупить себе что-нибудь уникальное, да такое, чтобы каждый, кто встанет на моем пути, трижды об этом пожалел. Подойдя к двери, я был морально готов к изъятию моего драгоценного ДНК из любого места организма, но ничего подобного не потребовалось. Вместо мучительных и мерзких процедур из крошечного стеклянного круга в самом центре двери вырвался едва различимый луч света и, вонзившись в мой правый зрачок, что-то пискнул, после чего на голографическом дисплее коммуникатора появилось окно управления дверью. Не став заморачиваться и копаться в новой для себя системе, я нажал на кнопку «Открыть» и переступил порог, отъехавший в сторону двери. При внешнем осмотре этого, с позволения сказать, здания, можно было решить, что внутри едва может разместиться одна комната и какой-нибудь крошечный сортир, который здесь в виртуале и не нужен вовсе. Но на деле внутренняя составляющая моего нового дома оказалась весьма просторным помещением с тремя комнатами без окон, одна из которых оказалась кухней. Начав осмотр своих новых владений именно с этой комнаты, именовав простенький металлический столик-гриб, держащий равновесие на одной единственной ножке, возле которого стояло два таких же металлических стула, я наткнулся на некое подобие холодильника. Внутреннее убранство стального ящика меня буквально потрясло. Изобилию яств, уместившихся в столь маленьком агрегате мог бы позавидовать даже мой инвентарь. Хотя что-то мне подсказывало, что и с холодильником, и с самим домом дела обстоят не так просто, как может показаться сначала. Уверен, что в обоих случаях замешана какая-нибудь пространственная магия или ее техногенный аналог, преломляющий пространство, тем самым увеличивая его в разы. Поковырявшись в меню холодильника, которое выглядело для меня как тот же инвентарь. Я мысленно кликнул на огромных размеров сэндвич и какую-то розоватую жидкость в прозрачном стакане. После чего извлек руки наружу и тут же принялся трапезничать. Вездесущая и зловредная иконка голод быстро исчезла с моей панели описания, ибо половина бутерброда уже оказалась в желудке серокожего аватара, а я тем временем принялся за изучение остального доверенного мне пространства. Пол, потолок и стены были такими же металлическими, как и все прочие детали интерьера, находившиеся в поле зрения. Шкафы, столы и стулья, лампы, больше напоминающие прожектора, что обычно устанавливают на спасательных яхтах. Даже пара кресел в зале и кровать в спальне были металлическими, за исключением, конечно, постельного инвентаря и непосредственной седалищной поверхности этой мебели. Подивившись подобному вкусу создателей, напрочь позабыв об их техногенном происхождении, я решил не откладывать свое неизбежное вмешательство в интерьер на потом и сделал так, как объяснял орг. Зашел в меню коммуникатора, нажал нужную кнопку, активировав считывающий луч и направил его на ближайшую стену. Спустя пару десятков секунд системы признали друг друга, после чего на дисплее появился плоский и довольно простецкий план моего дома и перечень всего имеющегося внутри. От каждого наименования шла стрелка, уводившая пользователя в меню управления и редактирования, в котором можно было изменить все, что душе угодно, от цвета и фактуры до материала выделки и отделки. Покрутив планы так и эдак, быстро сдался под натиском неудобства управления. Но в тот же момент глаз мой наткнулся на небольшую кнопку внизу дисплея с названием 3D-модель. Не раздумывая, мысленно вдавил заветную клавишу, и вот тут-то началось самое интересное. От моей левой руки протянулся практически осязаемый голографический луч и распростер в полуметре от меня трехмерную интерактивную модель всего помещения вместе с мебелью. Ткнув на стену, получил наглядный выбор всего того, что можно было изменить. И вот тогда работа по-настоящему закипела. Потратив на все про все четыре часа, я наконец посчитал, что в принципе жить тут можно. Еще, слушая рассказ Орка, я для себя решил, что все в этом здании замешано исключительно на голограммах и иллюзиях. Однако это оказалось вовсе не так. Ведь как бы я тогда ощутил приятную гладкую поверхность круглого шлифованного деревянного бруса, из которого теперь были сделаны стены. Или мягкость живой травы, что теперь утопило в своей изумрудной зелени весь пол, заменив собой какой-либо из предложенных ковров. Деревянные же предметы мебели теперь изобиловали различными элементами декора, которые можно было потрогать или даже пораниться об их острые края. Хотя на скупом первоначальном металлическом варианте ничего подобного и в помине не было. Также я не мог себе объяснить появление стеклянных окон в резной деревянной раме, сквозь которые я мог смотреть на улицу и видеть ненарисованный пейзаж или голографическую иллюзию. А именно то, что происходило за этими самыми окнами в настоящий момент. Вывод напрашивался сам собой. Голограммами здесь и не пахло. Уж скорее это какое-то психотропное воздействие на сознание или реальное сочетание магии и науки во всей красе для уютного существования игрока. Мысленно зацепившись за последнее слово игрока, я махнул рукой на все свои гадания и упал на кровать. Я ведь уже и забыл, что нахожусь в игре и что здесь возможно внушить в мою старую голову все, что угодно. Например, то, что у меня теперь есть рога. Или что тело мое действительно может быть затянуто в кромешную пустоту неизвестности в таинственном пространстве, распростершемся между двух порталов. Вспомнив об этом неприятном инциденте, хладнокровное сиянское тело обдало холодом и покрыло крупными мурашками, но любопытство все же взяло свое. Открыв интерфейс коммуникатора, я нашел контакт Трасти и активировал вызов. Уже соскучился? Веселый и немного кокетливый голос сиянки заставил мои губы растянуться, изобразив на них легкую улыбку. Ты даже не представляешь насколько, в тон девушки ответил я. Могу я задать тебе один вопрос? Какое интригующее начало! Все так же весело воскликнулась сиянка. Реплики вроде «Нам нужно поговорить» или «Могу я задать тебе один вопрос» всегда будоражили мое воображение. Давай уж, что там у тебя случилось? Тогда, во время перехода через портал, что со мной произошло? Осторожно осведомился я. Куда мы попали и почему я попал в такую ситуацию? Ты что и это забыл? Тяжело, словно даже обреченно выдохнуло трасти. Тебе полностью устройство телепортатора напомнить? Или только в общих чертах? Второе, смущенно ответил я и принялся внимать каждому ее слову. Ну что ж, тогда слушай и не перебивай. Потребовала сиянка и тут же продолжила. Устройство телепортатора схоже с переходом в гиперпространство, с тем лишь исключением, что врата телепортов, настроенных друг на друга, образуют коридор, который тебе нужно пересечь, чтобы попасть из пункта А в пункт Б. По сути, тебя в нем, можно сказать, даже не существует, потому что сколько бы времени ты не провел в том коридоре, с обеих сторон портальной арки время словно останавливается, и для ожидающих твой переход происходит мгновенно. Там нет ни воздуха, ни света, ни даже самого пространства. Все, что ты видишь там, это игра твоего воображения, которое, впрочем, способно передаться твоим спутникам. Ты упал и начал тонуть в пустоте, потому что ты испугался этого и решил, будто такое действительно может произойти. Босх и я увидели твой страх, и ему пришлось тебе помогать, потому что ты был уверен, что тебя нужно именно вытаскивать из этой передряги. Если бы ты в тот момент решил, что можешь выкарабкаться по канату, он легко мог возникнуть над твоей головой и упасть прямо в руки. А если бы я полностью утонул в этой пустоте? Не выдержал я продолжительной паузы и все же задал девушке вопрос. Этого бы не случилось. Легкомысленно отмахнулась от моего вопроса сиянка. Разве что ты бы действительно вознамерился там исчезнуть? Тогда да. Скорее всего, ты бы действительно исчез. Во всяком случае, я таких случаев не знаю. Так вот, почему ты так безмятежно смотрела на старания босха по моему извлечению. Ты знала, что со мной ничего случиться не может. Снова нарушил я запрет трасти. Конечно, рассмеялась сиянка. Ты ведь часть нашей команды. Неужели ты думаешь, что если бы тебе грозила настоящая опасность, я бы стала молча ждать страшной развязки? Надеюсь, что нет. Усмехнулся я и сам от себя не ожидая брякнул. Так значит, ты по-настоящему дорожишь моей задницей? И ей тоже. В голос звонко рассмеялась девушка. Ты теперь один из нас и отделаться от меня можешь и не надеяться. Так что даже не думай, что раз уж мы все теперь по сути одиночки, ты перестанешь лицезреть мой прекрасный лик. Ведь тренировки у нас будут общие. Кстати, о них. Ты уже ознакомился с расписанием занятий? Вот черт! Из головы совсем вылетела. Вдруг вскочил я, зацепив внушительным рогом собственную подушку и уронив ее на пол. А где оно вообще лежит? Чем ты тогда там занимался вообще? Вопросом на вопрос ответила Трасти. Если планировка домов у нас совпадает, то у кровати должна стоять небольшая тумба, а расписание лежит в самом верхнем ее ящике. Сказав в ответ лишь спасибо, я заглянул в указанный ящик и действительно обнаружил в нем лист белой бумаги, на котором печатными буквами был набросан план моего посещения тренировок на ближайшие две недели. И как только мой взгляд добежал до последней строчки текста, перед глазами всплыло системное сообщение. Внимание! Получено задание 14 шагов на пути к успеху Шаг 1 Описание В течение 14 дней вам необходимо посещать занятия, призванные сделать вас сильнее. Шаг 1 Описание Явиться на тренировку в указанное время и выполнять все распоряжения наставника Не выполнено Награда в случае успеха Опыт плюс 500 Репутация с Крэндаркской империей плюс 200 Штраф в случае провала Аннулирование контракта наемника с Крэндаркской империей Прочитав и закрыв текст полученного задания перевел взгляд на по-прежнему зажатый в руке лист с расписанием своих занятий и найдя строчку с завтрашним днем облегченно выдохнул Вставать с позаранку не придется Ведь явиться на полигон мне нужно будет в начале третьего тика суток этой планеты Судя по моим часам и если я в них правильно разобрался На этой планете сутки длятся 30 седанских часов или 6 тиков А значит явиться мне нужно будет к 10 началу 11 часа Ты еще здесь? Вновь обратился я к висящей на линии трасти Какому времени тебе нужно явиться на полигон? К началу второго тика Грустно ответила девушка Мда кому-то повезло куда меньше чем мне Но раз время у нас не совпадает то с какой группой буду заниматься я? Именно этот вопрос я и задал сиянки в первую очередь и получил ответ Скорее всего на первых порах у каждого из нас будут индивидуальные задания А когда мы более-менее обучимся этому ремеслу из нас начнут формировать группы Или мы сами будем их формировать Честно я не знаю Надеюсь что так Облегченно выдохнул я и снова покосился на часы 27 часов и 40 минут Какой же это был долгий день Думаю нам пора Мягко сказал я сиянке и раздевшись догола забрался под одеяло Пусть мой аватар совсем не похож на меня реального но от привычек с которыми шел по жизни 70 лет сложного так запросто отказаться А спать нагишом это как раз одна из таких моих привычек Да завтра у нас тяжелый день Мечтательно произнесла сиянка и неожиданно добавила Вайлен спасибо что ты остался со мной Мне жаль было расставаться с другими ребятами из нашей группировки но мысль о том что я могла тебя больше не увидеть дается мне куда тяжелее чем все прочие переживания Рядом с тобой мне почему-то становится необычайно приятно и легко Кажется что все непременно будет хорошо Прости я наверное не должна была Все хорошо Спокойно и даже как-то ласково перебил я сиянку В груди колотилось сердце а на губах моих играла мечтательная улыбка Поймав себя на этой мысли размахнулся и что было сил ударил кулаком себе по голове Но на его пути встали прочнейшие рога которые приняв удар на себя причинили моей буйной конечности сильную боль Тихо взвыв я едва сдержал поток отборной матерной брани мгновенно всплывший в моем мозгу и наспех попрощавшись отключил коммуникатор Да что со мной такое веду себя как мальчишка думал я глядя в обитый деревом плоский потолок в котором я предусмотрительно смоделировал большое окно сквозь которое теперь мог любоваться на сказочный звездный небосвод крохотного спутника V331 Да Трасти несомненно мне нравилось и даже мысли о том что она не настоящая меня почему-то не пугали и не волновали Я ведь в этой игре останусь на всю оставшуюся жизнь Уж не знаю сколько мне там отмерено А значит все что происходит и будет происходить вокруг по сути для меня реально Здесь есть свои законы и правила которым подчиняются все без исключения как игроки так и неписи С этого дня я больше не заикнусь даже в собственных мыслях о том что все происходящее вокруг просто игра Вдруг твердо решил я сам для себя Неизвестно сколько мне осталось жить Но одно я знаю точно Провести остаток своих дней в чудесном мире магии и высоких технологий будет куда приятней чем в трехмерной пустышке И пусть это будет обычным самообманом Да пусть Но зато ощущение от происходящего я буду получать самое что ни на есть настоящее А для полноты картины Зайдя в настройки я наконец добрался до пункта управления игровыми ощущениями и увидев цифру в 50% мысленно присвистнул Ведь все чувства что я здесь испытывал казались мне вполне реалистичными в том числе боль вкус пищи и даже оргазм А оказывается это все было лишь половиной от реального восприятия мира Посомневавшись с полминуты я все же решился и передвинул бегунок на отметку в 100% после чего вчитался в пришедшее системное сообщение Внимание! Вы изменили показатель восприятия игровых ощущений Внимание! Показатель игровых ощущений выставлен на максимально допустимый уровень Предупреждение! Максимально доступный уровень физических ощущений может повлечь за собой неприятные последствия так как болевые ощущения будут восприняты вашим мозгом в полной мере Вы действительно хотите сохранить настройки физических ощущений на максимально допустимом уровне? Да, нет. Прочитав все, что предложила система, в этот раз я колебаться не стал. Хватит с меня сомнений. В них я жил всю прошлую жизнь, и из-за них многое оказалось мною упущено. Упущено то, о чем я теперь дико сожалею, но исправить ошибки уже не получится. Можно лишь исправить самого себя и отказаться совершать новые, чем я и займусь с сегодняшнего дня. Нет, с завтрашнего. А сегодня мне уже пора спать. Утро выдалось ярким и теплым. Солнце, или как там называлась та звезда, возле которой находилась эта планетка, светило прямо в глаза сквозь огромное стекло, нависшее надо мной в паре метров, заставляя крепкий здоровый сон отступить и позорно бежать с волшебного поля боя моего воображения. Часы показывали уже десятый час утра, а значит, пора было просыпаться. И хотя до звонка будильника, встроенного в мой коммуникатор, оставалось еще добрых 20 минут, бестолково валяться на кровати я не стал. Спустив ноги с кровати и от души потянувшись всем телом, ощутил приятное щекотание мягкой травы, отчего настроение кратно подскочило. А встав на ноги, ощутил небывалую ловкость. И без того могучее тело, словно помолодевшее за ночь еще больше, казалось мне теперь своим собственным, родным. И что-то мне подсказывало, что все эти чудеса как-то связаны с поднятыми мною вчера ночью ощущениями. А что? Оно и логично. Чем ты качественнее ощущаешь мир вокруг, тем лучше чувствуешь и самого себя. Наспех позавтракав и закинув в инвентарь немного провианта, я оделся и вылетел из дома. Навстречу первому учебному дню. Настроение было просто отличным. И шагая вдоль передвижных тротуарных дорожек, я напевал в полголоса любимую еще с юности песенку про безумного кукловода. Уж не знаю, чем она подходила под данную прогулку. Мысли мои витали где-то около трасти, ведь ее первая тренировка уже давно началась. И как у нее шли дела, я пока не знал. Но любопытство пришлось отложить на вечер, так как вряд ли девушка в данный момент смогла бы ответить мне хоть что-то. Здание администрации, в котором находился кабинет нашего коменданта, предстало передо мной минут через пятнадцать неспешного шага. В нем, если верить инструкции, мне нужно было получить временный проездной от самого коменданта Бахмора для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами транспортных челноков, которые возили наемников с Ви-331 на Ви-330 и обратно. Чернокожий их тир сегодня был особенно хмур. Но это не помешало мне получить то, ради чего я сюда явился, и тут же удалиться, не нарвавшись ни на какие проблемы, что само по себе уже было хорошо. Голографическая карта на коммуникаторе вывела меня к посадочной площадке, на которой стояло целых три челнока, а рядом толпился разношерстный народ. Игроков среди них видно не было, что лично у меня вызвало странное чувство неправильности. «Куда же меня занесло?» — думал я, пытаясь найти для себя хоть одно оправдание такой удачи. Дорен, конечно, говорил, что на местных правителей работает немало людей из моей прошлой жизни. Но вот в боевой составляющей наемников я их что-то еще не видел. Полет длился, как и в прошлый раз, совсем недолго и пролетел в штатном режиме. Из разговоров своих попутчиков я выяснил, что все присутствующие являются такими же, как и я, новобранцами. Вот только уровни их колебались от 10-го до 15-го. И лишь одному мне повезло загреметь сюда со скудной пятеркой в соответствующей стоке характеристики. Выгрузившись, мы стадом побрели запровожатым, который вывел нас к огромному полю, на котором стояла другая толпа различных существ гуманоидного типа. Но уже кратно меньшего количества. Все они имели минимум 25-й уровень, а экипировка их указывала на профессиональную подготовку. И именно это позволило мне сделать вывод, что перед нами наши будущие наставники. «Перед вами ваши наставники», словно прочитав мои мысли, заговорил провожатый. «Сейчас они будут поочередно выходить и называть имена. Те, чье имя будет оглашено, выходят вперед, подходят к вызвавшему вас наставнику и встают справа от него. Итак, начнем». Процедура распределения оказалась не такой томительной и нудной, как мне показалось в самом ее начале. Наставники не просто брали под свою опеку нескольких юнитов. Они руководствовались многими факторами, такими как уровень, класс, техническое оснащение и даже принадлежность к расе. Глядя на все убывающие кучки гуманоидов, я зато и вдыхание гадал, кто же достанется в напарники мне. Такие же буревестники или кто-то похожий? А может быть, в этой толпе отыщится еще парочка сиян, сумевших спастись с нашей уничтоженной планеты? Время шло, но мое имя так и не желало быть оглашенным во всеуслышание, из-за чего к моему сердцу потихоньку стал подбираться проклятый холодок страха. А что, если я им не подошел? Или они просто передумали обучать столь низкоуровневого персонажа? Спустя еще десяток минут, когда нас оставалось всего шестеро, а наставников только двое, сердце мое ухнуло в глубины организма, и там, услышав очередной перечень имен, последний раз вздрогнув, остановилось. Пятеро ушли, и остался лишь я один, а также всего один наставник. Серый капюшон свисал на черные, как ночь, глаза, а тряпичная маска того же цвета прикрывала нижнюю часть лица. А остальное мешковатое одеяние очень походило на то, что носила на своем теле Аидер, и совсем немного напоминало мое собственное. Вот только ни у нее, ни у меня на лице не было никаких масок и капюшонов. Он спокойно стоял напротив меня примерно в пяти метрах и сканировал мою тушку своими пустыми глазами, вдруг показавшимися мне чертовски знакомыми, на предмет одному ему известных свойств и качеств. А я так и не решался сделать вдох, ведь моего имени так и не произнесли. «Вайлентор!» Вдруг послышался спокойный хрипловатый голос из-под серой маски этого невиданного существа. Я неуверенно сделал шаг вперед, но потом вспомнил четкий приказ нашего проводника и быстро метнулся к своему наставнику, встав справа от него. «Хорошо!» Как мне показалось, с улыбкой сказал этот таинственный тип, повернувшись ко мне. «Правило номер один. В любой ситуации оставайся верен своему наставнику и безукоризненно выполняй любые его приказы. Говорить мне не разрешали, поэтому я просто поклонился, давая понять, что слова наставника достигли адресата. «Хорошо!» Уже с явным удовлетворением повторил он. «А я все не решался просканировать стоявшего рядом юнита, чтобы узнать хотя бы его имя и расу. Ведь пока я стоял невдалеке напротив, голова моя была слишком занята переживаниями, чтобы сообразить проделать такую нужную вещь, как скан собеседника». «Уверен, у тебя есть вопросы». «Все так же спокойно», — говорил он. «Но, думаю, будет лучше приберечь их на потом. Сейчас же у нас очень много работы. Ты кажешься мне прилежным учеником. Продолжай в том же духе и очень скоро достигнешь нужного результата». «Правило номер два. Запоминай все, что говорит и делает твой наставник. Его мудрость и опыт в любом проявлении должны быть для тебя священны. Идем за мной». Мой наставник развернулся и пошел в сторону виднеющегося невдалеке лесного массива. А я, получив соответствующий приказ, последовал за ним, уставившись в довольно широкую, слегка сутулую спину этого загадочного юнита. Сайгард. Тихлинг. Буревестник. Уровень 26. Здоровье 3800. 100%. Энергия 1600. 100%. ФЗ 2%. С 2%. Так вот, почему взгляд его черных глаз показался мне таким знакомым. Этот парень из той расы магаинженеров, которые по легенде дружили с моими сородичами и даже поделились с ними технологией дальней телепортации. А у этого парня еще и класс родня моему. Кажется, я снова сорвал джекпот. Путь наш занял около получаса, в течение которого я не смел проронить и слово, так как понял, как нужно вести себя с этим типом. Мысли водили хоровод в моей голове и снова и снова натыкались на укор самого себя в том, что я опять прошляпил шанс заглянуть в виртуальный магазин. Деньги, лежащие без дела, это плохо. Уверен, я сумел бы найти себе что-то по душе из, так сказать, VIP-списка предметов. Но даже если бы и нет, то мог хотя бы перевести деньги на виртуальный галактический банковский счет этого мира, о котором я читал еще до погружения. Таким образом, при моей-то сумме, каждый месяц я мог бы иметь немаленький процент от вклада, равный как минимум средней месячной зарплате обычного офисного клерка из моего родного мира. Твердо решив для себя, что этой ночью я уж точно не стану откладывать сие действо на потом, я все же сосредоточился на происходящей вокруг скукоте, внезапно для самого себя решив, что вдруг это может оказаться полезным. Не оказалось. Но через какое-то время летний лиственный лес остался позади, и мы вышли к шикарной утоптанной поляне, словно специально созданной для проведения боевых тренировок. На противоположном краю той поляны имелся огромный болотистый пруд, чья поверхность была плотно затянута ярко-зеленой тиной. А откуда-то со дна поднимались маленькие и большие пузыри затхлого поганого воздуха. «Здесь будет проходить наша первая тренировка», — спокойно прохрепел наставник. «Ты силен душой, но тело твое слабо, а навыки бойца не отточены. Конечно, мастерство диверсанта не должно зависеть от его умения вести бой. Наша работа заключается в другом. Но иногда планы могут сорваться или кардинально изменить свое направление. И тогда жизнь твоя будет зависеть именно от умения владеть своим телом и оружием, лежащим в руках. Итак, приступим. Твоя задача на этот час — отточить мастерство владения энергетическим мечом, а также научиться как можно реже попадать под удар. Внимание! Получено задание фехтования. Описание. Составить достойную партию наставнику в фехтовальном поединке. Награда в случае успеха — опыт плюс 200. Штраф в случае провала — нет. Едва я успел прочесть выданное мне задание, как в ушах моих раздался звук активируемого энергетического меча, зажатого в руках наставника. Темно-серая металлическая рукоять в его правой руке совершила резкое движение, и желтое энергетическое лезвие меча вспороло воздух перед моим лицом еще до того, как моя рука успела снять висящий на поясе меч. Внимание! Задание фехтования провалено. Медленно! Заключил Сайгард. Значит, будем работать еще и над скоростью. Еще раз. Внимание! Получено задание фехтования. Описание. Составить достойную партию наставнику в фехтовальном поединке. Награда в случае успеха — опыт плюс 200. Штраф в случае провала — нет. В этот раз медлить и отвлекаться на чтение я не стал. А сразу сорвал оружие с крючка на штанах, и красное энергетическое лезвие начало свой танец. Мыслей о том, что я смогу победить наставника, у меня не было и в помине, ведь он имел 24 уровень, а я лишь 5. И именно поэтому я не счел нужным хоть как-то себя сдерживать. По легким и плавным движениям Тихлинга было понятно, что парировать мои удары ему не составляет никакого труда. Однако контратаковать он пока не собирался, очевидно, желая увидеть все, на что я способен в нападении. Мой меч с пронзительным гулом разрезал пространство и сталкивался со своим собратом, изрыгая сотни ярких брызг выплескивающейся энергии. А я все продолжал давить, пытаясь воспользоваться предыдущими жизненными уроками, заходя то с одной стороны, то с другой. Пытаясь атаковать с неудобного угла или после ловкого, на мой взгляд, переката в сторону или прыжка за его спину. Но, судя по всему, для моего наставника все это было сродни детскому ребячеству. «Быстрее!» — приказал он, и сам начал переходить в нападение. Я послушно начал набирать обороты, хотя еще секунду назад думал, будто и так нахожусь на пределе своих возможностей. Руки стали неметь от града производимых мною ударов и контрвыпадов после ленивых атак Тихлинга. Но и этого наставнику показалось недостаточно. «Я сказал быстрее!» — сердито зашипел он и сам прибавил скорости. Мои глаза, кажется, превратились в некий датчик определения траектории движения противника. Ведь, на мой взгляд, обычному человеку вряд ли удалось бы уследить за всеми этими ударами, росчерками, тычками, обманками и прочими премудростями фехтовального боя. Тут же следом отвечая такими же резкими ударами и при этом не попадая под встречные выпады. Правой руки я давно не чувствовал. В глазах все плыло и растягивалось. И мне вдруг показалось, что бой наш происходит под водой, так как удары наставника вдруг стали для меня какими-то заторможенными. Но, вопреки догадкам, моя собственная рука по-прежнему продолжала действовать молниеносно. И как только Сайгард это заметил, в грудь мне ударила энергетическая волна из его Е-проводника. Урон — 210. Красная цифра полученного урона всплыла перед глазами, а меня отнесло на пару метров назад о половине в бар жизни. Тело пронзило чудовищная боль. Казалось, что все мои ребра теперь торчат наружу или вовсе превратились в перемолотую кашу из крови и кальция. Вот она, плата за максимальное ощущение мира. Однако что-то мне подсказывает, что лишь благодаря этим самым задранным параметрам тело мое сумело развить такую скорость, о которой в предыдущих стычках, даже будучи в комплекте на повышенную ловкость, я не смел и мечтать. Видимо, в планах наставника не значилось пункта об убийстве своего подопечного. Поэтому сила удара оказалась столь мала, что даже пятиуровневый нуб остался жив и почти невредим. В глазах по-прежнему все плыло. Но, кажется, перед ними маячила какая-то табличка, прочесть которую я никак не мог. В итоге, догадавшись, что нужно сделать, я просто закрыл глаза и уже в темноте внутреннего взора изучил таинственное послание. Внимание! Доступно умение драйв. Описание. Позволяет дополнительно повысить скорость ведения боя. Принять. Отказаться. Внимание! Задание фехтования выполнено. Награда в случае успеха — опыт 200. Приятно, что наставник счел этот бой за достойную партию. А вот что касается этого умения... С одной стороны, это, конечно, здорово — быть быстрее своего оппонента в ближнем бою. Но с другой, забивать предпоследний слот умения такой вот штукой, которая вряд ли сможет пригодиться в моей профессии, как-то не хотелось. Терзаемый тяжкими раздумьями, я пролежал так с закрытыми глазами пару десятков секунд, пока откуда-то сверху не услышал поучительный хрип наставника. Правило номер три. Никогда не доверяй противнику и используй в бою любые средства. Это я про свой Е-удар проводника, если ты не понял. Поднимайся и запомни. Скорость в ближнем бою порой решает куда больше, нежели умение, ловкость и тем более сила. Чего будет стоить мастерство ловко уходить от ударов или способность превратить целую гору в пыль, если ты элементарно не успеваешь сделать что-либо. Услышав последнее напутствие, я внезапно проникся мудростью этого двуногого ящера и все же нажал заветное «Принять». Поздравляем! Вы приобрели умение «Драйв» — уровень 1 из 10. Описание. Позволяет дополнительно повысить скорость ведения боя на 10% на 1 минуту. Время перезарядки — 1 час. Бонус — скорость атаки плюс 2%. До следующего уровня 30 минут боя в ускоренном темпе. А не дурно мне отсыпало, особенно если буду тренировать это умение и доведу его до 10 уровня. Подумал я, прочитав новое оповещение. Выполняя приказ наставника, я открыл глаза и поднялся на ноги. К счастью, зрение мое уже восстановилось и былая немота правой руки куда-то отступила. Тихлинг взмахнул перчаткой проводника и тело мое окутал приятный, теплый, желтоватый свет. А полоса здоровья мгновенно скакнула на отметку в 100%. «Благодарю», — с поклоном сказал я и поднял лицо к наставнику, ожидая его дальнейших указаний, которые не заставили себя долго ждать. «Ты хорошо владеешь своим оружием», — удовлетворенно прохрепел Тихлинг. «И скорость твоя заслуживает уважения. Немногие мои ученики могли похвастаться подобными талантами в начале своего пути. Не забывай развивать свои умения, иначе из блага они превратятся в камень, который однажды утянет тебя на дно. «Думаю, теперь пришло время заняться твоей силой. Что скажешь?» «Я готов принять любой опыт из ваших рук, наставник». Снова низко поклонившись, учтиво произнес я. «Хорошо». Довольно прошелестел этот, несомненно, тщеславный тип. «В таком случае приготовься к сражению». Внимание, получено задание «Равный противник». Описание. «Одержите победу в бою с равным противником». «Награда в случае успеха — опыт плюс 400». «Штраф в случае провала — нет». Я прочел текст задания и довольно улыбнулся. «Наконец-то настоящая драка». С этими словами Сайгард воздел левую руку в кибернетической перчатке к ясному синему небу, и с него тот час сорвалась внушительная желтая молния и ударила прямо в болотную жижу как раз туда, где бесновались пузыри. Мгновенно отогнав ошеломление, я взял себя в руки и, активировав меч, уставился на болото. Опаленная ряска на его поверхности начала бурлить сотнями пузырей. И у меня создалось впечатление, что весь водоем просто закипел. Но через мгновение вода успокоилась. Но лишь для того, чтобы расступиться, выпуская на поверхность четыре бурых щупальца. Болотный пуд. Растения. Уровень 5. Здоровье 505. 100%. Энергия 252. 100%. ФЗ 0%. Эз 0%. Каждый из щупалец оказалось индивидуальным мобом, а не конечностью одного общего. И это значит, что бар жизни у этих тентаклей у каждого свой. Ждать, пока эта мерзость перестанет противно извиваться и начнет действовать, я не стал. А атаковал первым. Мои шары полетели в самое ближайшее и самое спокойное из щупалец, огнем выжигая строку его здоровья и радуя мои глаза вылетающими из его толстой мерзкой туши зелеными цифрами нанесенного урона. Удар 125. Удар 130. Удар 128. В следующее мгновение мне пришлось резко уходить в сторону, уклоняясь от молниеносного выпада одного из дальних щупалец, чей мерзкий конец попытался вонзиться мне в грудь. Но вместо моей холодной янтарной крови эта погонь получила порцию боли, ведь энергетический меч в моих руках не дремал и исправно нес службу своему хозяину. Удар 135. Удар 133. Дальше началось что-то невообразимое. Все четыре щупальца разом стали кидаться на меня, мерзко, но в то же время чертовски ловко извиваясь, пытаясь уйти от моих контратак и уклониться от выпущенных огненных шаров. Уйдя от одного щупальца, изобразив элегантный кульбит, напоролся на его несущегося мне навстречу собрата и жесткий удар бросил меня на землю, едва не заставив взвыть от тупой боли в спине. Урон 36. Отринув боль, я тут же вскочил на ноги и зло зарычав, начал полосовать ловкое растение энергетическим мечом. Однако ему раз за разом удавалось уклониться, но бесконечно это продолжаться тоже не могло. Удар 210. Критический. Опыт 40. Первый противник безмолвно отдал концы, попав под выплеск чистой энергии моего Е-проводника и также молча опустился на дно этой омерзительной лужи. Оставшиеся три пута, словно почуяв смерть своего сородича, стали остервенело бросаться на меня, совершенно позабыв об обороне. И, как итог, лишились еще одного своего собрата. Опыт 40. Поймав кураж, я уже вовсю развлекался. Прокачивая умения акробатики и скача, как блоха на горячей сковородке, не забывая поддевать и без того покореженные тела своих врагов все новыми порциями боли. «Не забывай про скорость!» донесся до меня хриплый голос наставника. И вправду, мне же нужно качать и новое умение тоже. Ведь с кулдауном в час придется стараться использовать его по откату, иначе не видать мне его 10 уровня еще пару лет. К моему великому удивлению, иконка нового умения уже красовалась на панели быстрой активации, чем я и воспользовался, мысленно кликнув по красивой картинке. Все вокруг вновь поплыло, и время словно растянулось. Движения щупалец стали вялыми и словно какими-то сонными. А я, довольно осклабившись, перешел в решительное наступление, плюнув на акробатику и решив скорее уже перейти к следующему заданию наставника. Удар 122, удар 140, удар 250, критический. Опыт 40. Внимание! Задание равный противник выполнено. Награда в случае успеха — опыт плюс 400. Поздравляем! Получен новый уровень. Текущий уровень — 6. Очень хорошо. Довольно прошелестел голос наставника за моей спиной. Твое оружие дарит тебе большую силу, и благодаря этому ты легко способен одолеть равного по силе противника. Но что ты скажешь, если мы опробуем твои силы на куда более сильном оппоненте? Внимание! Доступно задание — сильный противник. Описание. Одолейте противника уровнем минимум вдвое больше вашего. Награда в случае успеха — опыт плюс 250. Репутация с фракцией Краиндаркской империи — плюс 500. Принять — отказаться. Он дал мне выбор. Пронеслось у меня в голове, как только табличка с заданием всплыла перед глазами. Значит, хочет, чтобы я сам решился на этот шаг. Или, если судить по награде в виде репутации, хочет проверить меня на трусость и решимость. Я готов к любым испытаниям, наставник! С поклоном твердо ответил я, принимая задание. На что услышал привычное довольное шипение Тихлинга. Хорошо.